Единственный раз в году, когда коллеги могут собраться в нерабочей обстановке. Сегодня большой праздник у библиотекарей и читателей. Мы очень рады, что сегодня нам удастся отметить этот праздник со всем библиотечным сообществом нашего района. Этот праздник у нас сегодня районный. Мы пригласили на него наших коллег, библиотекарей сельских муниципальных библиотек. Мы пригласили на этот праздник наших друзей, друзей книги, любителей книги, всех тех, кто сегодня предан его величеству библиотекам. Профессия библиотекарь стала исключительно женской. В зале представительница прекрасного пола со всего района. Хранители культурного наследия – книжные феи. Они работают с читателями, пишут сценарии для мероприятий. Трудно представить, за каким количеством книг им приходится следить. Библиотекарь – уникальная профессия. Пусть незаметная на первый взгляд, но очень важная. В нашем районе 25 библиотек, и каждая по-своему оригинальна. Благодаря этим людям. Я работаю очень долго. Более 35 лет уже работаю. У меня стаж библиотечный. Для меня профессия – это, кроме семьи, моя жизнь. Потому что я отдала все юности, все библиотеки. Что дает эта профессия – это ты, во-первых, много знаешь, уважение людей, детей. Ты стремишься, чтобы люди получали, передаешь эти знания людям. Ну и вот как бы чувствуешь ценность свою. Празднику посвящена районная выставка «Талантливый наш читатель». Картины и поделки, выполненные в разных техниках, притягивают взгляд. Выставка будет работать еще несколько дней. А праздничное настроение гостей тем временем поддерживали богучанские артисты. Хореографический ансамбль «Радуга» является постоянным гостем мероприятий, которые проводятся в районной библиотеке. И сегодня коллектив украсил праздник одним из своих номеров. Коллектив районной библиотеки и всех гостей поздравил Анатолий Руденко. Прозвучало много теплых слов от начальника управления культуры и руководителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия». Татьяна Брюханова поблагодарила коллектив библиотеки за сотрудничество и вручила памятные подарки. Анна Смирнова, Олектрофимчук, телекомпания «Спектр Богучаны».